МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Города так и для гостей, для юных и постарше. Было очень много интересного, было очень много интересных площадок, какие-то интересные выставки, конкурсы, мастер-классы. Что же было, расскажут, наверное, как раз наши гости. Итак, представляю вам их. К вашему вниманию, Ксения Кондратьева, научный сотрудник выставочного отдела музея имени Алабина. Здравствуйте. Ну и рядышком расположилась коллега Ирина Сверидова, менеджер музея Модерна. Здравствуйте. Во-первых, разрешите вас поздравить, потому что я знаю, что эта акция так или иначе приурочена к Дню музея. Правильно? Все верно? Поэтому поздравляю вас с таким событием, с таким праздником профессиональным. Думаю, прошло, наверное, для вас и радостно, и тяжело, в хорошем смысле этого слова, да, потому что все равно любимая работа, какое-то такое удовольствие предоставляет. Правильно? Конечно. Хорошо. Ну давайте раскрывать уже, будем свои карты, где было, где кипела жизнь с 21 по 22 мая. Рассказывайте, пожалуйста, о своей программе, что было интересного. Кипела жизнь в нашем музее, музее имени Алабина, как раз в ночь с 21 на 22. У нас были открыты несколько площадок. Одна из площадок – это центральное событие ночи в музее, выставка «Хома Самарикус». Также у нас была площадка лекторий, где читались лекции. Например, лекция Зои Михайловны Кобзевой по Мещанской Самаре и лекция по Амбра Типи Александра Сергеева. Насколько я понимаю, зрителям было очень интересно. Также работала третья площадка – развлекательная. Там можно было поиграть в настольные игры от Гага.ру. Также другой город, интернет-журнал, принес также свою продукцию, сувенирную продукцию для демонстрации. Причем можно отметить, что все площадки у нас были связаны единой темой – это древолюционная Самара. Вот в целом так. Такой красной нитью прошла эта тема. Я знаю то, что тема акции в этом году – это День Российского Квену. Правда ли это? Да. Либо как-то так не углублялись? Ну, именно вот на эту ночь музей мы не углублялись, но у нас на этот год запланировано мероприятие по кинематографу. То есть множество других интересных событий состоится, может, состоялось уже, потому что… Состоится еще. Состоится еще. Расскажите нам поподробнее, но пока передаю слово вашей коллеге Ирине. Ирина, рассказывайте, ну так вот, вкратце, что у вас было интересного? В музее Модерна, мне кажется, как раз в музее Модерна кипела жизнь, потому что у нас сам особняк, он не очень большой, и из-за того, что был дождь, все 500 человек, которые к нам пришли, они были вот в особняке и в кинозале. В особняке у нас была достаточно традиционная экскурсия по особняку. Плюс ко всему люди могли увидеть две выставки, которые вот открылись недавно. Причем, мне кажется, выставки как раз произвели большое впечатление. Тоже я про них могу чуть попозже рассказать. И потом каждый желающий с этим же билетом мог пойти в другое здание, где у нас располагается кинозал. И там был достаточно большой концерт, он был достаточно насыщенный. То есть был электронный музыкант Максим Ледодаев, потом был танцевальный перформанс, который назывался «Выход из экрана». Как раз это новая программа. Это интересное такое, да. Да, действительно. Это было такое уникальное событие, потому что хореограф, молодая девушка, она повторяла и интерпретировала в танце жесты и мимику актеров немого кино начала 20 века, то есть из тех фильмов, которые шли вот за ее спиной. И это действительно было интересно и завораживающе. Плюс ко всему у нас было выступление группы «Музика Самаритана». Это профессиональные классические музыканты, и они постоянно выступают, и как раз, наверное, вот за них очень сильно нас благодарили, что мы их позвали. Понравилась ваша программа. Да, конечно, конечно. Плюс ко всему, конечно, у нас в особняке была фотозона, то есть фотоательей, каждый желающий мог сфотографироваться в интерьере особняка «Курлиной». Слушайте, ну это, мне кажется, мечта у очень многих моделей, которые любят фотосессии, да, у которых любят, может быть, что такое ретро. Это дорогого стоит, это очень интересно, поэтому в эту ночь смогли, да, счастливчики были. Да, причем не только модели на самом деле у нас очень красивые, поэтому все всегда хотят сфотографироваться. И фотографии вот из нашего особняка обычно это такой, ну, желанный, желанный подарок. И, да, то есть там стоял и граммофон первый, и там что-то типа вазы у нас стояло, и был фотограф, могли сфотографироваться. Плюс ко всему, конечно, в особняке у нас были мимы, и они развлекали людей, и всячески их как-то поднимали, их настроение. Потому что, понятно, погода была достаточно... Такая плакала, плакала. Да, плакала, плакала, и поэтому, конечно, мне кажется, они поднимали настроение нашим посетителям. Ну это замечательно, это хорошо. Кстати говоря, Ксения, у вас какой-то есть подсчет, вот сколько человек посетило в эту ночь музей? Ну да, тоже около 500, может быть, там побольше получилось, я думаю, где-то... Где-то в этом районе, да. А также программа была весьма насыщенной, я как бы упомянула основные площадки, на них происходили разные события, помимо, например, лекций на лектории. На выставке у нас также работала фотозона, на самой выставке Homo Samaricus, которую мы можем посетить до 1 сентября, как минимум. Хотя есть планы также продлить ее до конца года, возможно. И так работала фотозона Стантоморезская, где могли примерить на себя образ мещанина и мещанки в парке. Также как бы на периферии лектория и развлекательные зоны стояли цирюльня и дамский салон. В цирюльне все желающие молодые люди могли подстричь себе бороды, усы. Это выполняли профессионалы из барбершопа «Бойкат». И также помогала Дарья Серова дополнить женский образ. Она профессиональный визажист. Так что также могли сфотографироваться в дореволюционных образах наши гости. То есть предоставлялись какие-то костюмы? Да. Нам были предоставлены костюмы, которые повторяли моду того времени, конца 19-го, начала 20-го века. Слушайте, ну это очень интересная, такая насыщенная программа. То есть можно было окунуться в историю? Да, можно было окунуться в историю. Более того, на открытии нашей выставки вначале состоялось централизованное представление. Это были волонтеры, которые играли типичных городских жителей. Опять же, дореволюционной Самары. У нас там была и торговка на рынке, которая угощала посетителей пирожками. Но для того, чтобы, например, получить пирожок, нужно было пройти квест по нашей выставке. Вот там были задания на знание дореволюционной Самары. Вот, поставление современной. Также был газетчик, который давал подсказки на квесте. Вот, была пара, которые также давали задания. Был фотограф, который якобы фотографировал лоские виды. Они помогали погрузиться в атмосферу того времени. Так же, как и вся остальная часть выставки. Потому что у нас были проекторы, которые отображали хронику тех дней. И звуковое оформление, которое помогало, опять же, погрузиться в то самое время. Слушайте, я так понимаю, что музей сейчас становится, ну, таким, пусть не излюбленным, но достаточно популярным местом отдыха нашей молодежи, да и людей более старшего возраста, да, и, думаю, мы, наверное, совсем юных представителей нашего города. Вот. Но мы решили спросить у жителей нашего города, какое же место отдыха для них самое-самое любимое, самое-самое интересное. Что же они нам ответили? Давайте посмотрим в нашем небольшом сюжете. Набережная, Струкский парк, площадь Куйбышева, это темно, там еще парк Гагарина, Ленинградская. Площадь Славы люблю, и Куйбышев, площадь Куйбышева. Не знаю, просто нравится, нравится спуск на площадь Славы. Такое место, где можно с друзьями собраться, посидеть просто. Ну, и набережная, естественно, новая, которая отремонтирована. Я сам не самарский, но вообще вот Ленинградка мне очень нравится. И набережная, соответственно. То есть самые лучшие места. Вообще центр вот этот вот исторический ваш, красивый. Арбат, конечно же, и набережная. Ну, на Арбате красиво, как и на набережной. Можно провести спокойный вечер с хорошими друзьями и в хорошей обстановке. У нас не так много мест, так скажем. Может быть, погулять по набережной, не более того. По всей Ленинградской. Струковский парк, тоже набережная. На набережную можно пойти. Тем более сейчас новая набережная. Конечно, скверы хорошие. Вот, я считаю, на Осипенко хороший сквер. К Ладье можно хорошо отдохнуть. Здесь вот тоже приятно. Набережная вся. Ну, вид красивый. Ветер всегда, солнышко. Да, благо сейчас погода позволяет наслаждаться видами нашего замечательного города, отправляться в свои любимые места, в замечательные парки, которые открыли уже сезон. Ну, и, конечно же, набережная, Ленинград, как я называю, да, с Самарским Арбатом. Это действительно очень-очень прекрасные, замечательные места, куда можно и хочется отдохнуть с детьми, с парой, может быть, влюбленной. Хорошо. Прошел день музеев, ночь музеев, провели, но неужели сейчас посетители не могут что-нибудь увидеть из того, что осталось? Что-то же наверняка живет еще в музее, какие-то интересные экспозиции, выставки. Расскажите, пожалуйста, может быть, кто-то проспал? Ну, сейчас-то что можно посмотреть? Да, если кто-то проспал, то обязательно приходите в музей Модерна. У нас сейчас, если кто-то не видел постоянную экспозицию, то это прям вот, ну вот обязательно нужно это посетить. Есть сейчас у нас две временные выставки. Первая – это первоцвет, ранний цвет русской фотографии из Мультимедиа-арт-музея из Москвы. Очень большая выставка, более ста раскрашенных и цветных фотографий. И там берется период с 1860 до 1970 года и рассматривается развитие фотографии, русской фотографии. То есть раньше фотография была не цветная, ее раскрашивали, там, дополняли что-то. Потом уже началось развитие цветной фотографии, это было сложно очень. И там на выставке об этом рассказывается, можно это увидеть. Она очень яркая, очень красочная и она очень разная. И поэтому действительно все остаются довольны, это достаточно интересно. Интересно будет большому количеству человек, я имею в виду разным слоем населения, если она такая разная. Она разная, да, и интересная. Плюс ко всему, конечно, этот период очень сложный для России был. И как раз в фотографиях мы можем видеть, вот как менялась жизнь в России, то есть сначала там. Россия, потом Советский Союз. И это очень интересно. Плюс ко всему у нас сейчас, это вот на втором этаже нашего особняка. Это первая выставка, на которую вы приглашаете? Да, да, конечно, обязательно. Она, кстати, закрывается 10 июня. То есть, ну, совсем немного времени, чтобы посмотреть, но есть. Так или иначе, есть, чтобы самому посмотреть, привезти потом еще друзей, родственников, подруг, тоже есть время на это. Да, конечно. Но спешите, в любом случае, дорогие телезрители. Вторая выставка, которая радует. И еще вот у нас есть в подвале сейчас выставка, которая называется «Голоса вещей». Это даже не выставка, а такой художественный проект, который, насколько я знаю, в Самаре не имеет аналогов, не имел. То есть, о том, как выглядел модерн, мы можем видеть в фотографиях и в кино начала 20 века. А как звучал модерн, мы вот этого не знаем. Ну, то есть, для нас это сложно. И там, на этой выставке, воссозданы звуки начала 20 века. И каждая вещь на этой выставке, она говорит. Она говорит и рассказывает какую-то историю. То есть, все эти предметы, они складываются в единую историю. Достаточно детективную, я хочу сказать. Да, это достаточно такой интересный квест в какой-то степени. И главный вопрос заключается в том, кто же автор этой истории. И говорить, кто, я не буду, конечно. Потому что каждый отвечает, я так понимаю, в конце этой выставки, когда пройдет и посмотрит все экспонаты. Именно, да. Ну, вот то, что как раз главный экспонат – звук, а не изображение. Это очень интересно. И вот поэтому это такой художественный проект именно. Ну, я вот представила, по крайней мере, я не знаю, я не была на этой выставке про звук, но я представила, что это какая-то такая загадочная комната, что-то такое очень интересное, действительно детективное. Смотришь, ищешь, понимаешь, слушаешь, во-первых, да? Да, слушаешь. Слушаешь и слышишь. А там уже фантазия тебе что-то подсказывает. Да. Верно все? Именно так, да. Молодцы. Заинтриговали, заинтересовали, передали, видимо, атмосферу. Верно, я думаю, не только мне, но и многим нашим телезрителям захотелось отправиться именно на эту выставку. Ну и вообще посетить музей Модерна всегда интересно, потому что даже основная экспозиция, она очень интересная. Просто окунуться в историю всегда хорошо. Хорошо. Ксения, рассказывайте, пожалуйста, что у вас интересного планируется? Быть может, уже что-то открылось? Быть может, какая-то выставка уже действует, радует посетителей? Стоит посмотреть? Стоит поспешить? Ну, повторюсь еще раз, что стоит посетить нашу выставку «Хома Самарикус», которая открылась в рамках ночи в музее 21 мая. Мы будем всячески ее дополнять, чтобы постоянно шло изменения, потому что она поставлена на долгий срок. Эта выставка – своеобразный эксперимент для нас, потому что мы хотим посмотреть на адресуационную Самару под новым углом. Хотим сделать больший диалог с посетителем. Вот поэтому приглашаю всех. Также у нас открывается скоро геологическая выставка «Цвет земли» Самарской, где будет представлен весь спектр камней, которые можно найти в Самарской области. Готовил этот наш отдел природы. Также у нас есть различные квесты, которые недавно разработаны и запущены. Например, 9 мая был запущен квест «Куйбышев 41», который посвящен жизни города Куйбышева как запасной столице. Нужно будет разгадывать задания, используя мобильный интернет и расхаживая по городу. Также у нас действует программа музея. Расхаживая по городу в прямом смысле этого слова? Да. То есть там будут определенные вопросы. Мы должны находить определенные объекты и давать ответы, которые связаны с этими объектами. Такой интересный квест, интересное видение, да, выставки, экспозиции. Все-таки более подойдет для детей либо и для взрослого? Ну, в целом это для широкого, широкой массы. Вот. Мы ставили возраст 6+. Но это рассчитано на то, что не только сами дети будут проходить, но и родители будут помогать. Родителям всегда тоже хочется окунуться в детство, зорниться, поиграть, да, в игру их детства. Ну, могу подсказать, что этот квест связан с размещением послов в Куйбышеве. С 41 по 43 годы. Вот это связано со знаковыми постройками, в которых жили и работали послы. Ну, такое тоже надо успеть. Если 9 мая, если перед 9 маем открылась такая выставка, то не так долго, так понимаю, да? Лучше поторопиться. Что-то еще интересного есть? Ну, если говорить о проектах, которыми, например, чисто я занимаюсь, то мы готовим выставку ближе к августу, сентябрю «Пора домой». Вот она будет связана с ностальгией. Мы хотим вызвать у посетителя ощущение того, что они действительно вернулись домой. Причем во многих смыслах. Я думаю, что стоит посетить ее также. Ну, летний сезон, так или иначе, все равно не закрывают ни в коем случае музеи, какие-то интересные мероприятия, встречи. Все это будет наверняка на сайте, где-то в группе ВКонтакте. Можно все отследить. Хорошо информируйте своих посетителей. К тому же сайт у нас скоро будет обновлен, поэтому тоже большие события. И в сентябре планируется открытие сайта labin.ru. Хорошо. Ну, собственно говоря, подводим итоги нашего с вами разговора. Для вас, как прошла акция «Ночь в музее»? Вот именно для вас, как и сотрудников музея, но и как людей, которые так или иначе приняли участие в этом мероприятии? Ну, например, если говорить чисто о моих впечатлениях, то, с одной стороны, я была приятно удивлена, что так много людей пришло в такую не очень хорошую погоду, не очень благоприятную для походов на улицу или поездку куда-то. В то же время было немного сложно, потому что шли большие потоки людей. Но в то же время мы получили очень много положительных отзывов. И даже если была какая-то критика, мы ее приняли во внимание и учтем уже в следующих каких-то мероприятиях. Ну, когда все, наверное, хорошо, тоже нехорошо, да? Так или иначе, хочешь какую-то перчинку, остринку добавить в нашу замечательную жизнь? Ирина, своем мнении? Я думаю, что, да, как всегда, Ночь в музее прошла очень, ну, скажем так, бешено, потому что очень много было задач, которые нужно было решать и минутно, и это вот было в таком темпе нон-стоп, причем не только на самой ночи, но и за месяц до. То есть это вот подготовка, потому что идет очень долго, и мы очень пытались как-то продумать программу. Ну, я представляю, какой этот труд колоссальный был проделан перед организацией такого мероприятия большого масштабного. Ну, знаете, мне понравилось ваше слово «бешеный». Знаете, почему? Потому что, действительно, многие наверняка еще до сих пор воспринимают музей как нечто скучное, быть может, да, что-то такое монотонное, долгое и так далее. Нет, сейчас Самарский музей, ну, посмотрите, какая интересная программа, какие интересные выставки, все какой-то новый взгляд, новые тенденции, квесты, различные загадки, игры. Мне кажется, это очень интересно, и поэтому всем жителям нашего замечательного города советую, ну, может быть, в ближайшие выходные, а может быть, и в ваш отпускной период посетить музеи. Их у нас очень много, благо, выбор большой, поэтому все, что хочется, пожалуйста. Вам спасибо большое, девушки, за участие в нашей передаче. Еще раз примите поздравления с профессиональным праздником. Вы молодцы, что отстояли эту ночь, сделали ее очень-очень интересной. Что ж, ну, а мы смотрим, как же прошла ночь в музее. Еще раз в нашем сюжете, сюжет телеканала «Самаргиз», как же корреспонденты телеканала «Самаргиз» увидели эту ночь. И возвращаемся в студию, поговорим не менее о интересных вещах. Заглянуть в гости к Алладину, встретиться с веселым хоббитом, свое путешествие юные посетители детской картинной галереи начинают со сказки. Для тех, кто предпочитает творить волшебство своими руками, работают творческие мастерские. Кусок мокрой глины в детских руках превращается в аккуратную вазочку. Пальцами делается, все чувствует. Держи пальцы вот так. Вот теперь пальчиками делаем стеночки. Из грязи и изделий получается. Мне понравилось развивать пальцы, чтобы они мне хорошо писали. Я могу покрасить лаком и там хранить карандашист красный. Ну, и фломастер. Гостей детской картинной галереи не остановил даже дождь. Спрятавшись в небольшом шатре, они разрисовывают фигурки. Без потерь не обошлось. Поделка Ильи Карабанова немного пострадала, но юноша настроен решительно. Я ее починю, конечно, и будет вообще как новенькая. Она вот такая вот красивая, как бы, и я ей пытался сделать сказочную. Для посетителей здесь подготовили обширную программу. Кроме творческих мастерских для детей, прогулка по музею и уникальная выставка для слабовидящих рельефа Средневековья, где все экспонаты в буквальном смысле можно смотреть руками. Были игры, старинные русские игры для детей. Но и, как выяснилось, даже классики, в которые мы прыгали в детстве еще и помним это, для детей оказались совершенно новой игрой. Для детей программа завершилась в 8 вечера. Для взрослых она в это время только началась. В музее Модерна настоящий ажиотаж. На обзорную экскурсию по особняку Курлиных гости съехали со всего города. Это исторический район Самары, он самый древний, и я в нем бываю очень редко. И мне захотелось узнать свой родной город получше. Я стараюсь всегда выбирать возможность для этого, потому что это интересно, потому что это моя история и история моей страны. Для любителей делать везде снимки работает вот такая фотобудка. В начале 20 века этим интерьером никого бы было не удивить. Зато сейчас такая фотография смотрится очень колоритно. Также все желающие смогли посетить выставку «Голоса вещей» и музыкальный концерт. А вот поучаствовать в съемках фильма на свежем воздухе в честь года кино не позволила капризная погода. Но если вы не попали все-таки на это событие, ночь в музее, не расстраивайтесь. Впереди тоже очень много интересных мероприятий. Вот, к примеру, в рамку благотворительного фестиваля «Добрая Самара» 29 мая Центральная городская библиотека имени Крупской проводит благотворительную акцию читателей детям. О этом и о многом другом нам расскажут, собственно говоря, гости нашего эфира. Итак, представляю вам их. У нас сегодня в гостях Гульнара Рязанова, организатор массовой работы. Здравствуйте. Ну и волонтеры. Девушки замечательные, добрые наверняка, потому что волонтеры не могут быть недобрыми. Представляю всех поименно. Виктория напротив меня, да, в самом краешке. Но тоже, я думаю, много чего интересного расскажет. Здесь у нас Елизавета. Ну и рядом со мной Мария. Здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, пожалуйста, о благотворительной акции. Как пришла идея? Впервые ли проходит ли она? Ну, немножечко истории. Нас пригласили поучаствовать в этой акции, и мы впервые действительно приняли решение. Нас это заинтересовал очень вопрос, потому что помогать людям – это очень почетно, престижно. Мы решили провести благотворительную ярмарку. Называли читатели-дети. Ярмарку проводят не только сами сотрудники библиотек, но и помогают волонтеры и неравнодушные наши друзья-партнеры. Например, откликнулся клуб самарских рукодельниц, проводит мастер-класс. Арт-студия, песочный замок, покажет нам песочное шоу. Будут различные мастер-классы по оригаме, дети сами будут проводить различные бисероплетения, финички, научатся плести. Ребята проведут игры с детьми, подвижные и настольные игры. Ну, еще наш партнер нарисует девочкам мехенди, украшение это хной, можно украсить руки. И могут нарисовать аквагрим. В общем, у вас тоже целая программа готовится, интересная, так сказать, с пользой для себя и с пользой для окружающих людей. Потому что, я так понимаю, что вы все-таки заботитесь здесь о детках, которые болеют у нас, да? Да. Мы хотим помочь Виляевой Бажене, которая больна церебральным параличом и эпилепсией. И некоторые деньги, которые мы соберем и перечислим обязательно ей на лечение. Я хочу сказать, что все мастер-классы у нас бесплатные, но будут стоять благотворительные урны. И наши посетители, да, пожелания, конечно же, могут принять участие в помощи этой девочке. Мне хочется спросить у тех, наверное, на чьих плечах все держится. Потому что волонтеры – это такие невидимые пчелки, быть может, да, кажется. Но они трудятся, трудятся и трудятся. Благодаря им все и как раз так как-то складно организуется. Но большая работа тоже на ваших плечах. Расскажите, пожалуйста, вообще, как решили стать волонтерами? Я так понимаю, что у вас карьера ваша, да? Еще не настолько обширна, богата, но все же осознанный шаг сделан. Мария, расскажи, пожалуйста, почему решила стать волонтером? Ну, я этим интересуюсь, мне это интересно. Хочу узнать еще больше, много нового. Я для себя познаю, я люблю делать добро людям, чтобы людям было комфортно. Мы уже очень усердно готовимся к этой акции. Вчера мы готовились. Ну да, 29 число уже прошло. Скоро, да, девочки приглашали, развешивали объявления, раздавали листовки. Мы готовимся сами провести мастер-классы. Девчонки подготавливают игры. Рассказывайте, какие игры. Виктория, расскажи, пожалуйста, что на твоих плечах, что в твоих руках? В моих руках мастер-класса цветы из шариков. Вроде такие длинные шарики, и мы с разными закрутками, в общем, получается цветок. Мы будем демонстрировать это детям, может быть, они захотят сами попробовать. И будем их дарить. Хорошо. Ну и рассказывай, Елизавета, что уже? Я буду играть с детьми. Там мы будем проводить много разных игр, им будет интересно. Игры уже заготовлены, либо это интервизация? Да, мы игры уже приготовили. Отработаны, наверное, да, отрепетированы. В общем, все по высшему классу. У нас еще есть несколько дней, мы это, конечно, доработаем, потому что девочки еще молодые, мы еще это отрепетируем. Еще у нас будут танцевальные флешмобы, тоже нам помогают волонтеры Центра социализации молодежи, с которыми мы сотрудничаем. Скажите, пожалуйста, но вообще за плечами волонтеров много ли уже было работы сделано? Либо вот такое волонтерское движение на базе библиотеки, да, только-только начинает? Надо сказать, что девочки, вот эти лично, они очень много в школе делали, то есть различные волонтерские акции. И некоторый опыт волонтерской работы у них уже есть. А вот именно в библиотеке мы вот только недавно решили организовать этот волонтерский клуб. И у нас уже огромные планы на будущее, это впереди лето. У нас, кстати, есть небольшое видео, такое, не обращение даже, а видеоподарок, может быть, от вас, да, какое-то, связанное с волонтерами. Давайте посмотрим, и вы нам поясните, что это быть. Может, это какое-то обучение волонтеров быть, может, это какой-то показ чего-то. Расскажите, пожалуйста. Ребята волонтерского клуба посетили современную библиотеку восьмого филиала. Надо сказать, что у нас 36 филиалов по всему городу, и центральная городская библиотека, имени Круповская, она является, ну, центром. И это было очень интересно, там есть и выставки, очень хорошие книги, дорогие, могут ребята получить на руки. Есть комната для мастер-классов, ребята могут обучиться различным, различному рукоделию. Есть игровая мастерская, можно взять хорошую игру и поиграть. Я всем советую посетить эту игротеку, действительно интересно, и молодежный коллектив библиотеки очень радушно встречает. В общем, вы объединяетесь пока, да? Идея такая, на базе многих филиалов, библиотек, создать такие игротеки, молодежные центры для детей, для молодежи, чтобы побольше читателей привлечь к библиотеке. Хорошо, но я знаю то, что мероприятие, акция благотворительная, которая состоится уже 29 мая, это не единственное мероприятие, на котором вы сейчас работаете, на котором вы сейчас заняты. Ну, всю Самару, наверное, да, коснулся чемпионат мира по футболу, который состоится совсем-совсем, уже совсем скоро. Кажется, да, ой, еще впереди так много времени, но нет, уже совсем скоро. К этому вы тоже причастны? Рассказывайте, пожалуйста. Вместе со своими коллегами мы написали проект «Футбольный марафон. Шаг за шагом к чемпионату мира». И в рамках этого проекта мы решили включить не только музейные выставки, лекции, встречи с интересными людьми, но и такие неординарные интерактивные формы, как квесты. В каждой библиотеке пройдут квесты по футболу, различные мероприятия спортивного характера, даже спортивные мастер-классы. Все завершится единой акцией на набережной, это будет в конце. Еще интересная идея – это проведение спортивного брейн-ринга. Конечно, брейн-ринг – это интеллектуальная игра, но мы ее посвящаем футболу. Брейн-ринги пройдут в различных районах нашего города, и в конце учебного года, 17-го, мы проведем уже финальную игру. Интересная идея – это тотализатор интеллектуальный, когда уже перед самим чемпионатом мира наши читатели будут участвовать в вопроснике, который пройдет во всех библиотеках, и один из вопросов, например, как вы думаете, кто станет победителем, какая команда в чемпионате мира. И у нас будет специальная экспертная комиссия, после чемпионата мы сразу в первую неделю садимся, идем подсчет, выявляем победителей, и в конце вот всего этого марафона у нас будет большой такой концерт, такое награждение, когда все участники этого марафона, ну, как бы активные, получат какие-то призы, ну, и благодарственные письма. Временные рамки этого мероприятия? В течение двух лет. В течение двух лет, то есть до 18-го года. Надо сказать, что эти мероприятия будут проходить во многих филиалах, то есть каждый филиал придумывает некоторые свои мероприятия, еще будут какие-то централизованные, как бы вот брейн-ринг, например, мы как центральная библиотека будем сами проводить по филиалам. Ну, я так понимаю, что не ближе к 18-му году все это начинается, а вот-вот-вот уже совсем скоро. Да, уже 3 июня, мы уже постепенно тоже готовимся, у нас все сразу, 3 июня, это день футбола, мы так назвали, во всех наших библиотеках, во всех филиалах будет проходить мероприятие. Вот одно из мероприятий, это будет пресс-конференция для читателей, мы приглашаем юных журналистов, которые могут написать какую-то статью, посвященную чемпионату. Ну и, конечно же, официальных людей, интересных, приглашаем, Сергей Лебгрик к нам придет, Александр Чернышев, который заведует директором музея футбола. Обязательно заслуженных тренеров пригласим в Самарской области и России. То есть можно будет пообщаться, беседовать? Да, ребята, они будут проводить интерактивную игру на улице тоже с участием жителей, читателей Самары. И вот очень много всего мы придумали, и будет еще мастер-класс, который футболисты юные будут проводить своим сверстникам. Ну давайте у девушек спросим, как они в этом мероприятии проявят себя, Виктория? И именно с футболом вообще, на ты, на вы? Ну, можно сказать, что почти на ты. Иногда с мальчишками даже ухожу, играю в футбол, но это с детства уже. Я буду тоже, конечно же, участвовать в этой акции, в этой игре, как это называется? Мероприятии, да, программа, можно сказать, если она целых два года, она растягивается, точно. Да, и я думаю, что мне это очень понравится, потому что я люблю всякие такие игры, люблю различные мероприятия, акции и игры проводить мне тоже очень нравится. А Елизавета? Ну, мне тоже будет это очень интересно, я много чего узнаю. Я, можно сказать, сама бываю, потому что играю в футбол, нас зовут ребята. Ну, будет интересно. Будет интересно. Да. Но все же ближе по душе, пока мероприятия, которые организуются 29-го, да? Ну, а она поближе все-таки по календарю, пока все внимание, наверное, на него. Ну, Маша, рассказывай, пожалуйста, ты как спортивный человек вообще? Нет, я спортивный человек, но с футболом, к сожалению, на вы. На вы? Да. Но, может быть, после этого мероприятия я, конечно же, учусь некоторым движением, это будет даже мне в пользу. Мы, конечно же, с девочками, думаю, позвать своих друзей туда привлечь. Также мы привлекаем молодежь в библиотеки. В библиотеке все думают, это скучно, а оказывается, это даже очень весело. Вот-вот, это как раз был мой следующий вопрос. Девушки, красавицы, молодые, симпатичные, интересные, активные. Но в первую очередь, да, наверное, какой вопрос возникает? Волонтеры, волонтеры городской библиотеки. Как часто, как много времени проводите в читальном зале, в библиотеке и так далее? Расскажите, пожалуйста. Маша. Ну, время мы проводим там часто. Да, там мы играем в настольные игры, мы общаемся, берем книжки, читаем, потом пересказываем друг другу эти книжки. Очень интересно и позитивно. Вика, скажи, пожалуйста, как же электронные книги? Нет? Это не то? Да, для меня это не то. У меня есть самая электронная книжка, но все же, когда ты сидишь с бокалом чая, прилистываешь страницы, то вообще, ну, как-то другая атмосфера, это намного комфортнее. Интересно наблюдать за их реакцией, когда они сначала заходят, смотрят на полочки, и потом они увидят какого-то автора эту книгу, а потом всем показывают, посмотри, эта книжка здесь есть. Я говорю, ребята, а у нас есть еще хранилище, и показываем, смотрите, тут есть много книг по психологии, есть много интересных книг там различных, и детективы по истории, то есть это очень интересно наблюдать за ними, а когда они еще дорогие книги берут на дом и читают, и опять же, это экономия в семейном бюджете. Ну, конечно, это экономия, да, потому что, ну, никто, наверное, со мной не поспорит, то, что читать книгу именно бумажную наверняка удобнее, приятнее и так далее. Но, к сожалению, электронный вариант, он дешевле, он доступнее, но, опять же, мы забываем про библиотеки, то, что они есть, у вас много филиалов практически в каждом районе, по соседству уж точно найдется одна. Можно зайти, можно почитать, взять, или, я думаю, только на пользу пойдет, любому. Скажи, пожалуйста, Елизавета, ты с какого возраста вообще любительница почитать? Мне с детства, с детства мне читают книжки, ну, а сама я так лет с пяти-шести начала, мне это уже стало интересно. Я, конечно, так по слогам, но пыталась. Я знаю Лизу с семи лет, так получилось, что вместе работала в школе, и вот действительно Лиза и ее подружки, которые тоже волонтеры, некоторые ходят ко мне, они действительно, к удивлению, начали читать очень рано. Угу. А ваше волонтерское движение, как вы сказали, да, молодое, пока только-только объединяется. И, быть может, есть ли вакантные места для кого-нибудь? Да, мы хотим пригласить в наш клуб волонтеров, потому что у нас очень интересно, я думаю, всем это будет полезно. Угу. А кого, какой возраст? Мы хотим пригласить еще мальчиков, потому что действительно такой подростковой возраст, девочкам интересно будет общаться с мальчиками, и поиграть в настольные игры, что-то там вместе обсудить, мы можем устроить различные диспуты, всякие молодежные акции, это интересно. Ну и в конце концов, мужская сила, она тоже очень-очень нужна для хрупких плеч. Опять же, много мероприятий по футболу, и мальчишки могут реально нам помочь. Даже вот будет футбольная игра настольная, когда будет чемпионат, и мальчишки могли бы посудить, что-то помочь делать. Угу. Ну, так что, дорогие телезрители, дорогие родители, если вы слышите, если вы видите то, что ваш сын, в частности, да, интересуется чтением книг, то, пожалуйста, отправляйте в библиотеки. Кроме того, что он сможет там что-то интересненькое для себя подобрать, для своего чтения, он может еще познакомиться с новыми людьми, новых друзей завести, ну и, конечно же, сделать доброе дело, потому что волонтеры, они большие молодцы, что-то да интересное творят. Хорошо. Знаю, что совсем скоро, видите, какие-то праздники, да, собрались, День музеев уже прошел, их поздравили, а у вас прям вот-вот-вот совсем скоро завтра. Завтра, да. Завтра, 27 мая, я так понимаю, что это Всероссийский именно, да? Всероссийский День библиотек. День библиотек, да. Рассказывайте, пожалуйста, ну наверняка тоже не останетесь в стороне от этого мероприятия, что-то интересное дождет и читателей, и, конечно же, ваших коллег. У нас во всех филиалах в течение недели уже проходят мероприятия, посвященные этому дню, вот, а вот как раз вот эта ярмарка в нашем центральном, это будет как заключительное мероприятие. Да, много различных мероприятий, и выставки, и встречи с интересными людьми. Мы готовимся. Готовьтесь? Ну, готовимся и проводим, и конкурсы рисунков, и различные мастер-классы, и встречи с интересными людьми. Все это есть? Конечно. Да, я бы хотела к читателям обратиться, загляните в ближайшую библиотеку, узнаете, какие мероприятия проводятся, потому что в последнее время библиотеки стали центром досуга населения, и мы приветствуем все мероприятия. Опять же, библионавчка, которая не так давно прошла, тому доказательство, что все было весело, интересно, шумно, в библиотеке шуметь уже можно, ну, в хорошем смысле этого слова. Иногда, нечасто, конечно, не отвлекая других читателей от главного занятия, с которым и приходят, да, с целью которого приходят в библиотеку, почитать, побыть, может быть, в тишине иногда, но где-то пошуметь, где-то подурачиться, опять же, да, все это возможно. Это интересно. Так, ну, я так понимаю, что кроме того, что еще можно заглянуть в библиотеку, есть еще и сайт, где собраны все-все-все филиалы, где все новости, вся информация. Можно в интернете посмотреть СМИПС, Самарская муниципальная информационная библиотечная система. Там все наши 36 филиалов, центральная библиотека, и там как раз вот мы рекламируем все наши ближайшие мероприятия. Ну и давайте подводить итоги для тех телезрителей, кто, может быть, только-только подключился, видят нас всех таких желтых, ярких, светлых, да, розовых. Мне бы хотелось поздравить всех своих коллег с Днем Библиотек, Всероссийский День Библиотек, пожелать здоровья и обратиться к читателям. Приходите в библиотеку, читайте книги. Да, мы на этом еще не заканчиваем. Давайте подводить. Расскажем еще раз. 29 мая ждем с Сокольки до Скольки. Что будет, кого ждем опять же? 29 мая, Самарская 190-Б, это в центре города, площадь Самарская. Приходите на благотворительную ярмарку читателя-детям, поучаствуйте в различных мастер-классах, во флешмобах, ну и получите массу позитивных эмоций. Угу. Ну и, я так понимаю, по времени это будет целый-целый день? С 11 до 3. С 11 до 3. Не целый день, но успеть можно. Ну, за 4 часа, я думаю, можно посетить все мастер-классы, да. А и взрослые, и дети, и с детками? Ну, мы очень будем рады родителям с детьми. Родителям с детьми. Хорошо. Ну и, конечно же, про мероприятие, которое мы рассказывали, то, что вот сейчас уже стартует с начала июня, и до 18-го года такой марафон двухлетний. Все по футболу, все о футболе и все для футбола, так? Угу. Девушки, прям буквально финальный вопрос. Надеюсь, не поставят вас в тупик, ну, потому что вы люди читающие у нас. Ну, прям буквально набор авторов, набор книг, которые самые-самые дорогие, самые-самые интересные. Ну, посоветуйте кому-нибудь. Есть что-нибудь? Виктория, вижу, что думаете. Ну, что первое приходит на ум? Может быть, что-то прочитанное, прям вот совсем интересное, хочется поделиться. Первая моя книга, которая мне очень понравилась, она была, ну, не любого возраста, а немного постарше. «Ты виноват из звезды» Джон Грин. Ну, такая прям, мне очень понравилась, так завораживающаяся, и я даже под нее плакала. Сейчас я читаю «Отбор», тоже очень интересная книга про девушку, которая, ну, как можно сказать, тоже больна болезнью, и мне так прям хочется ей помочь с этим. Ну, в общем, я читаю. Ну, я поняла, почему теперь ты стала волонтером. Если тебе нравится такая литература, да, там очень такая печальная история про девушку, которая болеет, но любовь, любовь есть, любовь живет, поэтому наверняка в твоем сердце тоже живет любовь и добро. Что есть у тебя на полках? Принц. Ну, сейчас вспомнить нельзя, да, наверное, все перечиталось. Маш, может быть, есть какой-то совет? Да, очень мы с девочками любим читать разных старинных поэтов, также Есенин, Толстой. Это очень нам интересно, очень трогательно, и также мы советуем почитать тем, кто не читал и иногда ленит. То есть классика. Да. Так или иначе, она жива всегда, она всегда будет актуальна. Ну, и я так понимаю, что ты любительница все-таки именно поэзии. Да. Хорошо, ну вот так вот, дорогие телезрители, вам спасибо, что были у нас сегодня в эфире. Надеюсь, что все пройдет у вас очень-очень интересно, очень-очень хорошо. Мало того, что интересно, но еще и с пользой для девушки, для девочки, которая очень нуждается в нашей помощи. Всего доброго вам. С вами была программа «Универсальный формат». До скорых встреч. До скорых встреч.